Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. За первый день 8 соглашений на десятки миллиардов рублей. Донская делегация работает на российском инвестфоруме в Сочи. Вот мы занялись лечением совместно с Василием Юрьевичем. Мы будем делать все и искать решения по ускорению реализации этого проекта. Беда с отоплением, но решать ее некому. Жители поселка Розет мерзнут, но нанимать управляющую компанию не хотят. Мы встречаем непонимально, пытаемся объяснить. Нет, это администрация нам обязана это сделать. Пройти по зараженной территории и изготовиться к бою в незнакомом месте. Учение зенитчиков ЮВО в Мясниковском районе. Соглашение по ветроэнергетике, дорожному обходу Аксая, Тор, Гукова и работе с банками на миллиарды рублей. Сегодня делегация Ростовской области продолжает работу на российском инвестиционном форуме в Сочи. А в первый день подписано 8 договоров о сотрудничестве. Новые заводы, цифровизация, зеленая энергетика, транспортные проекты. Ростовская область уже подписала соглашение на общую сумму 106 миллиардов рублей. Два из них связаны с проектами в новой для региона отрасли ветроэнергетики. Компания «Новый винт» структурное подразделение «Росатома» вкладывает 15 миллиардов рублей в строительство ветряных электростанций и производство ветроустановок в Волгодонске. А компания «Энел Россия», дочка итальянской группы «Энел», построит ветропарк в Азовском районе. Еще одно значимое соглашение губернатор подписывает с главой Автодора. В строительство обхода «Оксая» будет вложено больше 77 миллиардов рублей. В конце февраля дадут официальный старт масштабному проекту. До Краснодара остался последний участок. Он даже на слайде, не на слайде, а на этом видеофильме, который Василий Юрьевич как раз демонстрировал председателю правительства, показан как красная вспыхивающая точка. Это действительно тромб. Вот мы занялись лечением совместно с Василием Юрьевичем. Мы будем делать все и искать решения по ускорению реализации этого проекта. Он особенно востребован с учетом пассажиропотока или транспортного потока прошлого года в летнее время. До Сыргуковой появился новый резидент – завод строительных материалов. А в Азове до конца года запустят производство пластиковой тары. Почему мы выбрали Ростовскую область, а именно город Азов? По некоторым причинам это близкое расположение к сельхозпроизводителям и это выход к морю, порт Азов. Потому что мы смотрим как и на российский рынок, так и на экспортный рынок других стран. Кроме того, подписано соглашение с Ростелекомом, инвестирующим в развитие телекоммуникации на Дону 2 миллиарда рублей. Всего же Василий Голубев подписал 8 соглашений. Вария Индрикова, Станислав Фоменко, Дон-24, Сочи. 1380 многоквартирных домов капитально отремонтируют по области в этом году. Потратят на это без малого 4,5 миллиарда рублей. К строителям, срывающим сроки работ, применят санкции. Об этом министр ЖКХ области рассказал на совещании с подрядными организациями. У нас работает строительный контроль, который как раз смотрит за качеством выполнения работ, за сроком выполнения работ, за технологией выполнения работы. В случае выявления нарушений, своевременно представляет замечание подрядными организациями, и они устраняются. В случае неустранения штрафные санкции. В 2017 году сроки сорвали 5 из 35 подрядчиков. Главные причины этого – недостаточно ответственное отношение к разрешительной и исполнительной документации, а также переоценка своих сил. Особенно это отразилось на работах по ремонту крыш. Отсутствие подробных схем, узлов по технологии производства работ привело к тому, что рабочий персонал портил материалы, тем самым увеличивая затраты и требуемые сроки. На объектах промышленной группы «Южный регион», «Лилет», «Феликс» и других проводились повторные работы вследствие обнаружения протечек и как следствие залития квартир. Также на совещании отметили качественную помощь от студенческих отрядов. Их можно задействовать еще больше, а лучших подрядчиков отметили дипломами. Зима в этом году мягкая, но жители поселка Розет Красносулинского района так не считают. В их многоквартирных домах беда с отоплением. А виноваты в этом, как оказалось, не только воздух в батареях, но и сами розетовцы. Ну смотрите, вот начало радиатора горячее. Да, да, да. Прямо горячее. Да. И низ самого радиатора. А вот сам конец уже радиатора. Тепный. Уже прохладнее. Да. Любовь Сазанчук очередной раз жалуется главе администрации комиссаровского сельского поселения на плохое отопление. Система завоздушилась, но стравить воздух некому. Обслуживающей компании в Розетте нет уже шесть лет. До этого была компания. Комфорт был у нас в Каменска. А потом этот комфорт ушел, и мы остались ни с чем. Глава семьи подумал, может дело в батареях, и поставил новые. Ничего не поменялось. А на днях еще и в котельной случилась поломка. И дома остались совсем без тепла. Вернулось оно после обращения в диспетчерскую Минжикаха. Сейчас хорошо топят. День-два, пока не поприехали. Кто вперед приезжал? Ходили, какой-то министр. Вроде бы начали чуть топить. У меня несколько ЖКХ было хорошо. Началось отопление. Параллельно исчезла еще одна проблема с водоснабжением. Там порядка 52 метров трубопровода переложено. В течение двух дней, как я уже сказал, данные работы завершены. По теплоснабжению ситуация немного иная. Там дома в розетке в непосредственном управлении. Соответственно, после пуска тепла нет той организации, которая занимается подготовительными мероприятиями, в том числе по развоздушиванию системы. Чтобы оплатить работы по сбросу воздуха, глава поселения и его зам отдали свою зарплату. Но так продолжаться не может. Представители местной власти обходили жителей поквартирно. Просили провести общие собрания, выбрать старших по дому, а в будущем и нанять управляющую компанию. Но люди отказываются. За обслуживание дома платить не хотят. Мы встречаем непонимание, пытаемся объяснить. Говорят, нет, это администрация, нам обязана это сделать. С точки закона мы этого не можем сделать. У нас с жилищным кодексом иного не предусмотрено. Помочь найти управляющую компанию и заключить договор приехал и зампредзаксобрание. Согласие пока дали всего четыре дома из семнадцати. Необходимо в эти четыре дома заходить, собираться с жителями, устанавливать тариф на обслуживание жилья. Другого законного способа сегодня управлять. Есть непосредственное управление, есть ТСЖ. Но, как я понимаю, на сегодняшний день это сделать невозможно. Управляющие компании тоже в очередь к розетовцам не стоят. Дома здесь не новые, 61-го года, плюс большие долги по коммунальным платежам. Так что для нормального отопления сельчанам надо еще и расплатиться за старое. Мария Филинкова, Фатима Зарабова, Тагир Фатахов, Дон-24, Красносулинский район. Главное для зенитчика поразить воздушную цель. Но это только видимая часть работы. А до этого нужно преодолеть зараженные участки местности и разместиться в незнакомом месте. Всему этому зенитчики Южного военного округа тренировались на учениях в Мясниковском районе. По сигналу учебной тревоги расчеты зенитных ракетных комплексов отправляются в назначенный район. Команды командир дивизиона дают желтым и красным флажками. Это по машинам, это заводи, это уже пар. Первое препятствие преодоление зараженного участка. Солдаты уже в машинах надевают общевойсковые защитные костюмы и противогазы. Они защитят от радиационной пыли и биохимического оружия. Перед движением колонны выдвигается передовой разъезд. У него есть специальные приборы, которые с помощью этих приборов обнаруживают зараженный участок местности, отмечают на местности или флажками, либо метками. После чего первая головная машина, увидев приближение к данному участку, дает команду. В составе колонны машина прикрытия, машина топогеодезической разведки, пусковые установки и радиолокатор подсвета и наведения. Это сердце дивизиона. Без него воздушные цели не найдешь. Машина тяжелая, весит порядка 40 тонн, имеет нестандартные габаритные размеры по ширине. Вести ее довольно тяжело, без специальной подготовки это сделать будет трудно. Радиолокатор состоит из антенного поста с поворотным устройством и аппаратного контейнера для обнаружения целей. Чтобы перевести машину из походного в боевое положение и наоборот, потребуется 4 бойца. Дивизион к бою. Включить мощность. Мощность включена. Режим стрельбы 2. Есть цель. КТЦ-рой канал. Поезд. РС. Есть РС по 5. Есть РС по 5. СС по 5. По 5 уничтожить двумя. Внимание, пусть по 5. Правильно разместить ЗРК на незнакомой местности задача командира дивизиона. Позиция зависит от погоды, рельефа местности и поставленных задач. К тому же нужно быть готовым отразить нападение противника с земли. Действия солдат в этой ситуации доводят до автоматизма. После прибытия в новый позиционный район, начальник штаба подразделения организует непосредственно охранную оборону. То есть ставят задачи каждому номеру наземной обороны. То есть по карточке огня он действует. В случае обнаружения в его секторе стрельбы противника, докладывают немедленно на командный пункт и после постановки задач уничтожают противника. Задачи учений выполнены. Механики водителей пусковых установок закрепили навыки вождения в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрирования на ограниченном пространстве. Евгения Слинкина, Юрий Санкин, ДО24, Мясниковский район. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15.00. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова